Девяносто седьмой год. По всему Тольятти сенсационные афиши. В город едет знаменитая немецкая группа «Скутер». Организатор – местный продюсер Вадим Хаблов. За несколько дней до шоу он неожиданно исчезает. В день концерта стадион переполнен. В назначенный час на беговой дорожке появляется роскошный автомобиль. Лимузин въезжает в эти ворота. Но вместо того, чтобы сделать круг подсчета перед зрителями, он сразу направляется к сцене, которая находится вот здесь. Звучит приказ – отойти и прыгнуться. Не обращая ни на кого внимания, звезда выбегает на сцену. Из машины выбегает молодой человек со светлыми волосами. Нездоровый с публикой он начинает концерт. Очередность песен, как на компакт-диске «Скутера». Толпа начинает нервничать. Там никаким «Скутером» не пахло, его близко там не было. Там был сам Вадим. Тогда мы все потом поняли, почему он исчез за несколько дней до этого шоу. Он просто исчез, чтобы немножко поменять внешность. В самый разгар концерта диск с фонограммой заедает. Солист паники спрыгивает со сцены, садится в машину и исчезает. Чтобы определить, кто исполнял роль солиста «Скутера», оперативники проанализировали две видеопленки. Вот одна из них. Запись сделана за год до происшествия. Присмотритесь к человеку на клавиши. Это и есть пропавший Вадим Хаблов. А это уже солист настоящей группы «Скутер» «Эйч Пи Бакстер». Согласитесь, ничего общего. Милиционерам удается взять показания даже у «Эйч Пи Бакстера». Солист «Скутера» впервые слышит о городе Тольятти. Я никогда не был в этом городе. Да, всему виной день. Это действительно криминал. Вадим Хаблов задержан и приговорен к пяти годам заключения. Но его печальный опыт других мошенников не останавливает. Ради больших денег они готовы почти на все. Человеческая жизнь здесь в расчет не берется.